Ребятки, всех приветствую вас еще раз на своем канале Анжелика Снежинская. Ну что, посмотрела я видео у Самвела Адамяна на канале Тайна Мамка собирает посылочку. Для кого бы вы думали? Ну, конечно же, в Ставропольский край для любимого сыночки Эдишки с его семьей. Итак, что же увидел Самвел, когда пришел? Как обычно, он это делает тихонечко, открывает двери своими ключами, заходит в квартиру, и если что-то там происходит за закрытой дверью, интересно же подслушать, да, не сразу себя проявлять, а вот он я, здрасте, пришел, правильно, что же там будут говорить? Может быть, какие-то секретики узнает. Итак, дверь приоткрыта, знаем, мамка не дочевает трошки, а в гостях находится Зина, бабулька Зина, немножечко даже старше Татьяны Васильевны, но, как обычно, помогает ей по хозяйству, по дому, бывает, приносит продукты, я так догадываюсь, и кушать готовит частенько нашей королевишне, да? И вот сейчас разбирают в гардеробной вещи, мамка пакует посылки в Ставропольский край. С чего вдруг вообще возникла такая идея у Татьяны Васильевны? Задалась вопросом я. Вроде уже не бедные люди, ваши дети, Эдди, зарабатывают приличные деньги, зачем им ношенные вещи? Ну, все по порядку, ребята. Зина там шуршит в гардеробной, а мамка командует и раздает ЦУ. Зина, вот там, одеяло, давай снимай, и постельное белье, и платья мои, платья. Ребят, освободила очень много вешалок, свои платья, которые ей очень много людей высылали в посылках, дарили, Самвел покупал. Я помню хорошо те видео, которые были засняты при походе в магазин. Ходили они по бутикам, в торговых центрах, примеряли, выбирали. Сын старался, как мог, одеть маму, порадовать ее. Все мы знаем, что мамка неравнодушна к тряпочкам, любит красивые вещички, и особенно, да, наряжаться, побрякульки разные всякие, наряды. Любая женщина это любит, и это норма, правильно. Здесь, конечно же, мы критиковать не будем. Но вот сейчас вдруг у Васильевны возникла идея одарить дарами с барского плеча всех родственников армянской линии. Аршалуйся, родственников я имею в виду. Почему она вдруг так решила? Может быть, потому что все эти родственники, ну, все не все, а тетя Айгуш и дядя Хайчейк очень здорово помогают Эдику по ремонту, по хозяйству. Много привозят им угощений, и приглашают к себе на званые ужины, на обеды, и фрукты, овощи, все ведрами, ящиками. Родственники, родная кровь. Это замечательно. Живут они друг от друга недалеко, и поэтому все вместе, все сообщат. Ребят, думаю я, что только вот поэтому у мамы возникла такая идея в голове, а дай-ка я их отблагодарю за своих детей. И все бы ничего. Это замечательный такой порыв душевный, да, вот отблагодарить родственников. Прекрасно. Если бы не одно но. Все эти вещи бэушные, они ношеные. И что я потом еще слышу, произносит Татьяна Васильевна. Шо вони оце пишуть? Ну шо вони пишуть? Якщо я несколько раз оділа вещь, и якщо вещь не стірана, вона ж не стара, ну вона не стара, хороші вещи. Васильевна, Самвел, опомнитесь, мы вас все зрители просим. Вы поймите, что для вас норма, то для людей может быть вообще неприемлемо. Еще поймите, вы можете оскорбить людей. Люди действительно, поверьте на слово, могут оскорбиться, что им высылают эту бэуху. После мамки, ну давайте правду говорить, старая бабушка, 73 года. После старой бабушки ношеные вещи вы вдруг решили в подарок выслать этим тете Айгуш, Хачику, этому Анзору. Ну, это стыдно, ребята, так нельзя. Но это недопустимо абсолютно делать. Это какое-то даже унижение. Вы сами все видели, они состоятельные люди. Да, они миллионеры, но у них у всех все прекрасно в материальном плане. У них хорошие добротные дома, у всех машины и грузовые даже машины. Мужики работают, у них хозяйство, там все прекрасно, одеты, обуты. Это же не какие-то нищие, которые будут рады и довольствоваться этими обносками. Поверьте, это на самом деле унижение. Унижение нельзя этого делать. Намного будет приличней. Если вы пойдете в магазин и не надо собирать огромные баулы, если хотите отблагодарить людей, что-то подарить, от себя какую-то посылочку, подарочек, окей, это прекрасно, я еще и еще раз повторяю, но пойдите в магазин. Не надо какие-то бутики с какими-то известными марками. Нормальные магазины. Купите каждому человеку по одной вещичке. Ну, хочет мамка тряпочки подарить, ну, вот ей хочется одежку какую-то. Хорошо. Какую-то рубашечку там, хачеку и анзору. Девчонкам этим выберите что-нибудь, только самбел, не нижнее белье щуками, упаси тебя Бог. Этого делать нельзя. Это такие вещи дарятся только своим, ну, супруге, понимаешь, самым родным и близким людям. Но уж точно не родственникам, тем более, с которыми вы не общались тысячу лет и сто лет их не видели. Не надо этого делать. Можно какие-то там конфетки, какой-то алкоголь презентовать. Ну, что в Украине можно еще купить? Ну, я не знаю, придумайте. Только, вот, знаете, даже слов не могу подобрать. Не надо, ну, не надо высылать вот эти вот ношенные вещи. Может быть, у мамки в закромах, поищите. Есть какие-то новые вещички. У нее же, вспомни, Самвел, была куча пижам. Девочки в посылках ей высылали какие-то платья летние, халатики, пижамки, какие-то костюмчики. Их было очень много. Чуть-чуть она что-то там в гульнас высылала, я помню, но все остальное где-то без вести просто пропало. Может быть, порыться там на полочках, в закромах вы найдете много-много чего интересного и новенького, как мамка любит говорить, с этикетками. Немножко мне было неприятно и опять поражаюсь я, потому что это ну, ни в какие рамки не влазит. Когда мать просит Самвела, чтобы Самвел еще свои вещи принес, еще с этикетками. Ну, забрать у родного сына классные, брендовые, замечательные, красивые, модные, современные вещи, чтобы что? Чтобы отослать армянским родственникам? Ну, где это видано? Васильевна, это ваш сын, Самвел, это ваш сын, это ваша кровиночка, самый родной человечек, понимаете? Что вам те армяне? Вышлите им конфеток, вышлите им посуды у вас, сколько? Упакуйте, видели, как у Эдика в видео показывал, статуэтку упаковали, ватой, тряпками, какими-то газетами можно перемотать. У вас куча посуды ненужной, вам дарили какие-то чашки, плошки, вы никогда ими пользоваться не будете. Сделайте приятное родственникам, ну, не забирайте вы у сына и не просите. Вот, Самвел, посмотри, вот, принеси. Самвел, конечно же, сейчас откроет свои шкафы, я вот точно знаю, гадалки не ходи. Если он найдет что-то новое, потому что Самвел сказал, и я очень рада, что человек понимает, что я свое не принесу, это, конечно же, трэш, я уже это носил. Ну, длинные рубашки, Самвел, пожалуйста, не надо, они тебе очень идут, это классная, замечательная одежда, ткань дышащая, натуральная, и потом, это дорого и для тебя, любимого, люби себя в первую очередь. А родственников можно уважить, да, сделать презенты, но, знаете, ребят, дело ведь не в количестве, то, что мамка, сейчас вышли два баула огромных мешка, не в этом дело. Вышлите, вот еще раз, да, я повторяю, пусть это будет какая-то бандеролька, по одной вещичке, там, по коробочке конфет, какой-то там сервизик, кофейный набор, или чайный набор, или какие-то тарелочки, у вас там этих графинов, вазочек, по-моему, пруд, пруди просто. сделайте приятное, сделайте такой жест, да, в благодарность за своих детей, что помогают им там устроиться на новом месте, и все, этого достаточно, уж поверьте на слово. Пришел Самвел сюда, хочет мамке приготовить еду, ищет формочку, ничего не мая, она даже не знает, что у нее творится в этих шкафчиках. Самвел не доверяет, говорит, не может быть, ну что, неужели нет, ну неужели нет, продукты все закупил, хочет ей там запечь, ходил, ходил, бродил, пооткрывал все шкафчики, дверцы, конечно же, нашел, вот, это еще раз доказательство тому, что я только что и говорила. Если пооткрывать эти все закрывают чуланчики, там, ребят, столько всего, можно найти все, что угодно. Конечно, Самвел отыскал и формочки, и металлические или они пластиковые были, видео это не слишком понятно, и стеклянные, с крышкой, без крышки, все там есть, и это все новое, новое. Им, конечно же, можно пользоваться, их можно подарить, и ради Бога. И будет опять для нашей диабетчицы готовить блюдо. Мамки, не до готовки, ребята, тут процесс идет, как обычно, нагишом, в ляфике, в маечке, гоняя по хате, туда-сюда, и главная команда отдает Зине. Вот вопрос такой маленький и простой. Татьяна Васильевна, вдруг вы посмотрите мой обзор, к вам обращаюсь. Эдик озвучил такой секретик, что вы по телефону говорили, вот уже не спали, и распределили бы по участку, там его огород, и приехали бы, и все бы потихоньку перекопали. Откуда силы и энергия? Значит, здесь дома, в своей квартире, у вас сил убрать квартиру нет. Приготовить вы не можете. А как жалуетесь? Спина болит. Самвел уже, рассказывайте. И здесь болит, и в позвоночник, и тут, да шо ж це таке? Самвел переживает, думали уже, да, к врачу вас везти. А у Эдика вы копать огород собрались. Так где правда? Болит или не болит? Ой, Васильевна, Васильевна, еще тот экземплярчик. На этой позитивной ноте я закончу свой обзор. Пишите свои, конечно же, свои комменты, ребят. Я очень рада, что вы есть, присутствуете. Всем, как обычно, желаю хорошего настроения. До вечернего обзора. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok